Сжигание газеты Ас-Салам, рекламный ход или оскорбление верующих. Редакция издания осудила действия авторов ролика. Один из ее участников извинился на камеру. Школьники вместе с родителями собрали 90 тонн помощи для военнослужащих СВО. В ближайшее время гуманитарный груз дойдет до адресатов. Более 200 человек посетили праздничное мероприятие, приуроченное Дню народного единства. Оно прошло в историческом парке «Россия. Моя история». Организатором выступил Дагестанский гуманитарный институт. Два золота и три серебра. Дагестанские вольники собрали урожай медалей на молодежном первенстве мира в Албании. Как встречали чемпионов, расскажем в спортивном блоке. Неудачный рекламный ход может обернуться уголовным делом. Ролик, на котором сжигают газету «Ассалам», вызвал недовольство среди граждан республики. Необдуманные действия участников акции могут расцениваться по закону, как оскорбление религиозных чувств верующих. В редакции газеты считают, что подобный ролик сделан с целью привлечь к себе внимание. Издательство расценивает это как надругательство над священными текстами и над религиозными чувствами мусульман. «Мы категорически осуждаем подобные выходки, обращаемся в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности виновных по всей строгости закона». Школьники Махачкалы совместно с родителями собрали более 90 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих. В ближайшее время она отправится в зону СВО. В посылку вошли медикаменты, спецодежда, продукты питания, а также рисунки и письма поддержки от детей. «Мы надеемся, что эти тёплые письма наших учащихся с пожеланием скорейшей победы и возвращения домой станут таким стимулом для наших героев и осознания того, что их очень любят и ждут здесь, дома. Ну и также, конечно, для наших сограждан из новых территорий, которые, безусловно, сейчас нуждаются в нашей поддержке и помощи. И мы, как присущие дагестанцам, не останемся в стороне никогда». День народного единства ежегодно отмечается по всей стране. Этот праздник призывает людей не только вспомнить важнейшие события России, но и напомнить гражданам многонациональной страны, о важности сплочения. Именно так его отметил Дагестанский гуманитарный институт в историческом парке «Россия. Моя история». «Это очень важное событие, масштабное событие для всей нашей России, очень важное мероприятие, поэтому столь представительные гости и студенческая молодежь, которая на этом мероприятии присутствует. Это очень важно, предваряло много, большой объем работы, который проводилось по секциям, предварительно в разных учебных заведениях, с участием студенческой молодежи, и сегодня мы здесь подводим итоги этого мероприятия». Участие в мероприятии приняли студенты и преподаватели, а также общественные деятели. «Вообще жизнь у нас в республике достаточно хорошим примером. Ну, бывает, конечно, отсечки, то там, то тут. Без этого, наверное, нам не обойтись. Но при этом многое зависит от нынешней молодежи. И мне хотелось бы, чтобы наша молодежь всегда относилась уважительно к старшим». На мероприятии, которое собрало более 200 человек, царила атмосфера единства и патриотизма. Каждый зритель мог насладиться всеми аспектами праздника, который включал в себя культурную программу. На сцене звучали гимны страны и республики. Также был продемонстрирован видеоролик, на котором вспоминались исторические события, которые привели к укреплению единства народа. «Друзья, вы помните Великую Отечественную? События 99-го года. Тагестанцы единой глыбой стали защитой своей земли и мирного будущего. А специальная военная операция за десяток перевалило количество героев России. Вот они – единство и гордость». Это мероприятие не только напомнило о значимости истории и традиций, но и подчеркнуло важность единства и взаимопонимания в многонациональном обществе. Золотом из Албании в родной Дагестан. В Махачкалу вернулись победители и призеры молодежного первенства мира по вольной борьбе. В городе Тирана они завоевали две золотые и три бронзовые медали. Поздравить спортсменов с очередными успехами в аэропорт приехали их родственники, друзья и болельщики. Среди встречающих также представители Минспорта. «Здесь правильно старшие отметили. Очень серьезный результат показали наши ребята. Два победителя первенства мира, три призера. Я желаю вам успехов во всех делах. Пусть Всевышний вам поможет. Мы на самом деле за вас переживаем. На самом деле желаем вам всяческих успехов. У вас все есть для того, чтобы покорить самые серьезные вершины. Поэтому вам удачи. Болеем за вас искренне». На первую ступень пьедестала поднимались лидеры команды. Это показавшие себя и во взрослой борьбе Башир Магомедов и Ибрагим Ибрагимов. Оба вольника выигрывают эти соревнования второй год подряд. А бронзовые награды на счету Юнуса Явбатырова, Мустафы Малач-Дибирова и Абдуллы Курбанова. «Сегодня я уже дважды побеждал на первенствах мира до 23 лет. Но это не предел. Буду стремиться к взрослой борьбе, чтобы третий чемпионат мира для меня стал взрослым. Постараюсь выиграть, поставить такую цель, так скажем. Потому что взрослая борьба – это уже другой уровень. Да, первенство мира до 23 лет – это хорошо. Но взрослая – больше цена, так скажем». «Я знал, что он выиграет на этот раз. Раньше я сильно переживал, нервничал. А в последнее время я уверен был, что он выиграет чемпионом в Старе. Я желаю своему сыну дальнейших успехов. У него есть мечта стать олимпийским чемпионом. Чтобы, вначале, я думаю, он станет олимпийским чемпионом». Этим успешным выступлением молодые вольники поставили точку в уходящем сезоне. Впереди подготовка к новым стартам только уже среди взрослых. Пачин юниоров там же, в Тиране, постарается поддержать наша основная команда. Чемпионат мира стартует уже завтра. Курбан Рагимов, Шамиль Курбанов, телеканал ННТ, Махачкала. Техника, гибкость и сила. В Махачкале прошел открытый республиканский турнир по грэплингу. Участниками соревнований стали около 250 спортсменов. Столичные клубы, кизляр, дербент и несколько горных районов. Всего на ковер вышли представители 10 команд. Организатором выступил отдел просвещения Муфтеатра Гистана. Буквально ровно год назад появилась идея организовать турнир для молодежи, чтобы они с минимальным взносом и с минимальными затратами смогли себя прообороть. Самая главная наша цель, чтобы они понимали, кто их пророк, как звали его отца, как звали мать, историю ислама, чтобы они не только были развиты физически, но и духовно. Состязания, проходившие два дня в спорткомплексе при автодорожном колледже, открыты для всех. Свои навыки показывают дети, юноши и взрослые. Грэплинг совмещает в себе технику разных борцовских дисциплин, чем и привлекает юных участников. Артур Акайчиков каждый новый турнир ждет с нетерпением. Мне нравится, во-первых, выступать и тренироваться очень упорно. Мечта у меня в спорте – стать чемпионом мира и добиться всего. У меня дома медалей где-то очень много, я не знаю вообще сколько. Ну, примерно 10, 20, 30. Ну, если 30 сейчас. Грэплинг мне нравится тем, что здесь можно делать болевые, здесь есть время и здесь все это справедливо. У меня в первых мест 18, в вторых мест где-то 9 или 8, в третьих мест 2. Какая мечта в этом виде спорта? Чемпион мира. Каждая схватка – как отдельный сюжет для фильма. Здесь и захватывающая борьба с переменным успехом, и неожиданные концовки, яркие болевые и удушающие приемы. Проверить свои силы на ковер также выходили представители ММА. Хороший раз, слушай, чемпионом стал. А это я уже даже на два месяца себя проверить хотел. Так чисто. Так-то я профпоец. Ну, аль-хамду-лах, на оба иуса финал вышел. Один из уже чемпионом стал даже. Второй посмотрим, может, Адам там друг, честно сказать, в финале попал. Может, ему Адам. Так, а оба иуса все забирать уже не бывает. Другим тоже надо что-то оставить. Так, в общем, все четко, все бомба происходит. Кульминацией турнира стал розыгрыш призов. Сначала исламская викторина. Чтобы получить велосипед, один из юных грэпплеров запомнил и пересказал основные советы от богослова Идриса Асадулаева. Кроме этого, дети получили и денежные премии. Обладателями двухколесного транспорта и мобильного телефона стали еще пять человек. В конце второго дня проводился розыгрыш среди всех участников. Вот брат, говорит, целый день ждал этого момента. Видишь, то, что тебе сужено, я не смогу забрать. Как тебя зовут, брат? Рашид зовут, брат. Рашид, все, это велосипед твой, брат, поздравляю. Лучший результат как среди детей и юношей, так и среди взрослых показали представители столичного клуба «Агат». Победители в личном зачете получили медали и грамоты, а также экипировку, спортивное питание и книги. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Золото и два серебра завоевали дагестанские спортсмены на Кубке России по армрестлингу среди слабовидящих. Турнир собрал до 50 участников. На верхнюю ступень педестала поднялся Незамир Абаданов. Серебряные медали в активе обдолжили Ила Гулючева и Анцирьява Мусаева. В общекомандном зачете сборная Дагестана показала второй результат.